Стать очевидцем того, как собирается настоящая театральная сцена, большая редкость. Но нашей съемочной группе все же удалось поймать здесь несколько интересных кадров. В эти дни в театре идет комплексный ремонт большого механизма. Работа не из простых, однако завершить ее строители планируют к концу августа. Бюджет выделил на этот год нам определенное финансирование для того, чтобы проведены были определенные виды работ. Мы планируем до начала сентября завершить работу по реконструкции, вернее по ремонту покрытия планшета сцены. Эта сцена делалась порядка 30 лет назад. Есть желание эту сцену заменить. Надо сказать, что те актеры, которые уже продолжительное время работают в театре, они попросили эту ремонтную бригаду, чтобы им оставили несколько брусков. И сцена эта пойдет также на сувениры для работников. Я не уверен, что зрители захотят иметь такие, скажем так, сувениры. Но все работники, все актеры, те, которые работают, как они говорят, что эта сцена полита потом их труда, поэтому для них это очень важно. Безусловно, сцена – это сердце театра. Последний раз кардинальное ее покрытие меняли почти 30 лет назад из-за сложности и трудоемкости. Сколько поколений актеров прошло за это время через подмостки. Для каждого из них сцена стала в своем роде главной. А кто-то здесь же открыл свои таланты во всей красе, благодаря фестивалю «Белая вежа». К сожалению, в этом году ценителям «Бельпомены» придется встречать осень без праздника искусства. Однако организаторы уверяют – обстановка улучшается, поэтому следующий год, юбилейный для форума, станет знаковым и интересным. Это решение далось тяжело. Я знаю, что многие люди сожалеют, страдают от того, что не будет сентябрьского праздника. Но я прошу всех потерпеть. Я думаю, что фестиваль не закончит свою работу. Мы порадуем своего зрителя какими-то своими премьерами, какими-то приглашенными другими гостями. Но формат такого нормального, серьезного фестиваля переносим на следующий год. Я думаю, что нас все правильно поймут и согласятся с этим решением. Несмотря на пандемию, жизнь в театре была достаточно насыщенной. Спектакли транслировались в режиме онлайн, прошли и живые премьеры. Постановки «Тихий шорох уходящих шагов» и «Не покидая меня» получили высокую оценку публики. В новом сезоне артисты представят еще несколько премьер. Причем как для взрослого, так и для юного зрителя. У нас работает главный режиссер театра Ильевский Тимофей Зимнович над постановкой «Олеся по Куприну». Куприна юбилейный год в этом. Поэтому я думаю, это будет большой спектакль с задействованием основной части труппы. Порядка до 20 актеров там будут принимать участие в различных сценах. Спектакль довольно-таки сложный в декорациях и в постановочной части. Я думаю, что это будет такой интересный продукт, должен родиться. Он будет, премьер его будет осенью где-то в октябре. До конца года мы наших зрителей порадуем еще одной премьерой. Это будет такая комедия по итальянскому автору Антуан Ро «Все с начала». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.